Зов Припяти Зов Припяти Зов Припяти Зов Припяти С детализированной природой и реалистичными погодными эффектами сурово бьют по нервам. Вокруг джунглей из десятков брошенных пятиэтажек. Ливень бьет по лицу, играет тревожная музыка, а за спиной рыскает кровосос. Сложно не проникнуться. Сюжет, как и раньше, лишь дань особо эстетствующим игрокам. С момента концовки оригинальной игры прошло несколько месяцев. Зов Припяти рассказывает историю бывшего сталкера, а ныне спецназовца Александра Дегтярева, направленного в зону для расследования гибели целой вертолетной эскадрильи. Ближе к концу своего путешествия Дегтярев выяснит страшную тайну, которая для основной массы игроков окажется вовсе никакой и не тайной. Знакомых персонажей в зоне почти не осталось, что не так уж и плохо. Теням Чернобыля очень не хватало сильных характеров. В продолжении дела обстоят чуть лучше. Диалоги, как обычно, написаны с орфографическими и пунктационными ошибками. Их хоть интересно читать. Фантазия сочинителей квестов, правда, начала потихоньку иссякать. Задания из разряда «Убей и принеси» начинают утомлять довольно быстро. А вот улучшенная система симуляции жизни, Alive, наоборот, радует. Интеллект мутантов так и остался на уровне табуретки. Зато другие сталкеры научились подбирать предметы и обыскивать трупы. Геймплей, как и следовало ожидать, ничуть не изменился. Дегтярев бродит по локациям, исследует аномалии, ищет артефакты, продает ненужный хлам жадным торговцам, прокачивает оружие и сотнями истребляет мутировавших людей и зверьё. Налицо механика старого доброго сталкера, только в доведённом до ума виде. Защитный костюм теперь состоит из брони и шлема. Герой может ложиться спать в специально отведённых местах. Немного переработанный баланс, баллистика, карта и интерфейс. Таких приятных мелочей в Зове Припяти десятки. Однако всё это сущая ерунда по сравнению с тем, что из игры пропало 90% глюков и багов. Фанаты ждали этого два с половиной года. Новых монстров всего два. Химера и Бюрер. Хотя новыми их можно назвать лишь с большой натяжкой. Оба зверяка в заблокированном виде присутствовали в тенях Чернобыля и открывались при помощи неофициальных модификаций. Так что, возможно, ты знаешь, что Химера напоминает медлительную гориллу с огромной зубастой пастью, а Бюрер — злобного гнома из-под лавки. Оба поспешно склеивают ласты после пары-тройки ловких движений ножом или выстрелов из дробовика. За ещё один год графика Сталкера почти не изменилась и слегка устарела. Текстурам не хватает чёткости, а освещению и теням — реалистичности. Зато острых углов на модельках монстров и персонажей предостаточно. Десятый Директ Икс по-прежнему нужен игре как холодильник на Северном полюсе. Ему попросту негде развернуться. Системные требования при этом отнюдь не маленькие. Впрочем, немногочисленные досадные мелочи вовсе не отменяют того, что Зов Припяти — это атмосферное, душевное, захватывающее, качественное и по-хорошему пугающее приключение. То есть именно такое, какое должен был предложить оригинальный Сталкер 2,5 года назад.